Добрый день, дорогие жители города Услабинска! 227 лет прошло с того момента, когда образовалась станица Услабинская, позднее переименованная в город Услабинск. И с этого момента, это серьезный срок, больше двух веков, столько пережило население и жители города Услабинска, что трудно себе представить. Это и войны, и гражданская, и Великое Отечественное. Это когда отправляли своих детей, своих мужей, своих сыновей, дочерей на фронт, на войну. И кто-то из них, а многие из них не вернулись. Это когда, когда забирали маленьких детей и сажали в концентрационные лагеря дети-узники фашистских лагерей, как мы их сейчас называем, их осталось единицей, даже меньше десятка. Это тогда, когда восстанавливали после вот этой разрухи всей, после войн, сельское хозяйство, город. Это тогда, когда, несмотря на вот эти все тяжести, женщины в основном и старики ковали победу. Даже дети и те не прерывали обучение в школе. То есть много разного, чего происходило в нашем городе, в нашем районе и в нашей стране. Но больше-то было положительного. Рождались дети, их крестили, открывались храмы, их освящали. Строились новые больницы, строились новые заводы. Строились это все за 20 век, да и за 21 век. Строились новые детские сады. Как вот и сейчас, продолжает строительство фонтан в центре города. Красивый будет. И с подсветкой, и с озвучкой. Начинает восстанавливаться озеро Копытка. Хоть и долго говорили о нем, но со следующего года уже приступит реально к действиям. Сколько делается у нас сейчас новых тротуаров, сколько делается сейчас новых участков дорог, освещения. Посмотрите, сколько проложено газовых труб по городу. То есть практически весь город обеспечен газом. Ну, главное в нашем городе – это люди. Люди добрые, люди щедрые. Люди, несмотря даже на настоящее положение общества сейчас, люди отзывчивые. Несмотря на вот всю эту пандемию, мы стараемся помочь ближнему своему. Это большой задел православной добродетели. Люди у нас, которые работают везде, и не исключая пять колоний и шестая больница у нас есть, которые ставят на путь истинный и осужденных, приступивших закон государства и закон Божий. Я хочу в этот день, день города, пожелать всем нам милости Божией во всех наших дальнейших благих начинаниях. Здравия телесного, спасения душевного, крепость семьи. Несмотря ни на что, семья должна быть крепкой. А крепкая семья – это православная семья. А православная семья – это православная наша Россия. С днем города вас!